здрасте всем кто на той стороне экрана сегодня будем говорить про blazer аутентификацию моя задача на сегодня очень простая я хочу из простого шаблона который создается из blazer web assembly чистый без всяких авторизации аутентификации создать приложение которое будет понимать авторизован пользователь или нет но это как бы положить некоторые основы для понимания процесса авторизации аутентификации на платформе blazer в частности в и посемли но и в дальнейшем мы будем уже развивать эту тему поэтому это первая серия и так давайте для начала несколько слайдов и и и и начнем и так что такое авторизация аутентификация это два процесса они между собой связаны идут они определенной последовательности сначала аутентификация и она отвечает на вопрос кто ты и потом собственно говоря авторизация которая соответственно отвечает на вопрос что тебе разрешено что ты можешь и вообще какие твои права дальше если говорить про концепцию юая то получается таким образом что когда вы происходите вход по системе где-то внутри на входе проверяется из аутентикейтед не аутентификейтед аутентикейтед постоянно встречают ошибку из аутентикейтед труд значит пользователь аутентифицирован то есть мы знаем кто кто он что он из себя представляет и собственно говоря дальше идет уже разграничение юая разграничение доступа к формам к пейджам соответственно где проверяется из ин ролл то есть пользователь имеет роль или нет ну обычно есть несколько видов ролей они делятся по принципу крут в том числе и просмотр то есть просмотр отдельная роль в большинстве случаев бывает так что из аутентикейтед равно уже сразу view на просмотр то есть можно разрешать пользователю смотреть если нужно аутентифицирован но не везде все зависит от системы которую вы используете и собственно говоря от бизнес правил которые существуют вашем проекте ваша организация вашей компании или в компании заказчик ну это такая краткая предыстория того чего мы сегодня будем заниматься и чтобы мы не путали с терминами чтобы определились давайте собственно этим теперь и займемся на примере живого приложения в этом видео для демонстрации я буду использовать blazer как я сказал blazer про не просто веб-ассембли я сознательно не выбираю никакую аутентификацию и давайте создадим приложение отлично и для начала хотел бы почистить информацию про стартап то есть я не хочу запускать вы из экспресс потому что давайте я запущу и покажу смотрите у меня стоит порт ssl-5001 я запускаю вы из экспресс а у меня порт запускается 44 391 то есть вот это вот перенаправление мне особо не нравится я конечно же могу здесь переключиться в blazer веб-ассембли и запустить еще раз здесь уже у меня указаны порт 5001 собственно говоря я его и хотел и именно из этих соображений в общем отвечая на вопрос который мне постоянно задают почему я удаляю я удаляю потому что из имеет только предопределенные порты там что 44 тысячи и немножечко там побольше плюс там 100 или 200 портов в общемадérica мы тут и сотей сертификаты которые не прописаны я предпочитаю все-таки использовать к стрел да я даже так вот напишу что в этом у нас к стрел запускается давайте запустим еще раз проверим что это действительно работает да отлично работает давайте удалим страничку у нас печи дата и соответственно вот эту вот ссылку которая собственно как тоже нам не нужна Такую чистку проекта произведем И это делается вот так Без страха и упрека Мы вот это удаляем В nav-меню удаляем FetchData Она нам не нужна Соответственно, если нам FetchData не нужна То нам SimpleData не нужна И, наверное, на этом все А, ну еще на страничке индекс Надо вот эту ссылочку убить Давайте тогда Напишем здесь уже какую-то начальную фразу Authentication Blazer Demo Как-то вот так и запустим еще разочек Итак, какие планы для меня на сегодня Я сам себе поставил Во-первых, у меня страница Counter Должна быть защищена от входа неавторизованного И неаутентифицированного пользователя Во-вторых, я хочу, чтобы была страница Login, на который пользователь Может ввести логин, пароль И после ввода Сможет посетить страницу Counter И, ну, может, давайте сделаем еще выход Чтобы можно было сделать пользователю И тогда он на страницу Counter Зайти не может Ну, а еще, допустим Чтобы это было автоматически При нажатии кнопки Counter Открывался логин Ну, в общем, вот такой вот набор функционала Хочу сегодня сделать И теперь давайте уже непосредственно приступать Но для начала, смотрите Если я открою, как обычно это делается Страницу Counter И добавлю атрибут Который называется Autorize То есть, который требует авторизованный доступ И запущу его Надо понимать, что Никакой авторизации у меня не сработает Потому что это просто атрибут Который вообще абсолютно никак не обрабатывается системой И задача, опять же, состоит в том Чтобы вот эти вот атрибуты Как бы заработали уже на страницах Итак, давайте приступать Итак, первое, что мне нужно сделать Это установить недостающие Nugget пакеты Которых... Ну, давайте вот так вот Я поставлю Ctrl-V Компоненты Так, мне первый пакет, который потребуется Называется Authentication Вот я специально его приготовил Install Это как раз подключает Компоненты Которые будут использоваться Для управления авторизацией И второй Который называется WebAssembly Authentication Который непосредственно предназначен Для WebAssembly Я его тоже сделаю Install Хочу Отлично, компоненты Ой, Nugget пакеты установлены Нет, не установлены Видимо, я поспешил Ой, это не тот Конечно, мне он не нужен Я пошутил Итак, смотрите Для того, чтобы обратиться к компоненту Так, давайте, во-первых Вот сюда пропишем Чтобы у нас эти компоненты стали доступны На всех страницах Component.authorization Сохранить Теперь, если я напишу Autorize Да, вот они появились Ну, я сделал некоторые заготовочки Чтобы немножечко ускорить Процесс создания видео Итак, есть у меня Autorize View В него встроены Autorized и Not Autorized И, соответственно, если я сейчас запущу Мне выдастся ошибка И не просто ошибка А ошибка, которая мне поможет двигаться дальше Мне она говорит И следующим образом А авторизейшн полиси провайдер Ну, короче, он требуется Его у меня нету И для этого, чтобы его запустить Чтобы установить Мне нужно сделать так Во-первых, почистить вот это вот Какашки И, во-вторых, как написано на сайте описания Где-то вот здесь Нет Мне нужен Add Нет Да Вот Мне нужно скопировать вот эти вот штуки И я их тоже вставлю сюда Отлично И теперь, соответственно, для того Чтобы у меня авторизация заработала Я, кстати, ссылку в описании прокину Чтобы вы тоже могли воспользоваться Мне нужно вот такую штуку сделать Что это такое? Ну, во-первых, есть так называемый Autorization State Provider И есть его кастомная реализация Ну, я его буду называть Я его создам прям при вас Для того, чтобы вы поняли, что это такое Я буду использовать токен И прям буду в этом же проекте Вот таким вот образом Прям Ctrl-C, Ctrl-V Autorize, Overwrite, хочу Так, смотрите Ну, во-первых, я установил пакеты Во-вторых, я проверил, что они работают В-третьих, я установил Authentication State Provider И сделал не просто Его регистрацию Как раз в Dependency Injection В контейнере Ну, и сделал его имплементацию На свой собственный налад То есть свою собственную Давайте здесь пока Напишу Async, а эту страничку удалю Ой, в смысле Return New Authentication И смотрите Мне требуется сюда Клаймы, так называемые То есть Требования, утверждения, если хотите Те, которые будут мне Этот пользователь использовать Ну, даже не клайма Я здесь, по-моему, ошибся Здесь нужен Принципал, да Давайте вот так вот назовем Вар А, но Наймас Принципал Принципал Равеню Клайм Нет, так вот Клайм Принципал Клайм Принципал требует Айдентити Давайте напишем А, но Наймас Наймас Айдентити И его создадим Неправильно написал Вар Сейчас переименуем Нью Клайм Айдентити И И вот здесь вот Давайте переименуем Чтобы было красиво Ай Еще я неправильно переименовал Конечно же Вот И сюда Допустим Вот этот Ой Запустим Этот Анонимный Принципал Ну в хорошем смысле Принципал Что-то я неправильно написал Ну ладно Не важно Уквейн пропустил Вот Таким образом Мы создали Анонимную Атентификацию И теперь Когда Система Захочет Узнать Какой Стейт У нашего Собственно говоря Пользователя Мы вернем Вот этот Анонимного Пользователя И теперь Система Можно запускать Так У нас есть Еще одна ошибка Наверняка Она покажет Куда двигаться Дальше Авторайзен Реклама Каскаден Компонент Это тоже На самом деле Важное замечание И хорошо Что они Все это пишут Я вот прям Его скопирую И скажу Помните В одном Из предыдущих Видео Я показывал Каскадные Параметры Каскадное Использование Компонентов Вот Теперь Для того Чтобы Вот это Все заработало В том числе И В нашем Проекте Все С авторизацией Мне нужно Сделать Вот такую Штуку Которая Как раз И включит Вот эту Аутентификацию На моем Проекте То есть Вот таким Вот образом Я сказал Что все Что внутри Вот этой Штуки Будет крутиться Будет иметь Доступ К Аутентикейшн Аутентикейшн Стейту Но это еще Не все Смотрите Раз у меня Здесь RoadView Я в принципе Могу показать Давайте я покажу Что теперь Ошибки нет Теперь мое приложение Запустилось Но на самом деле Вот смотрите У меня Note А вторая Я вижу страницу GoLogin Здесь у меня Так Давайте еще раз Какая то там Ошибка была Ну надо сказать Что такое Лирическое отступление Да Blazer Пока работает На мой взгляд Не очень хорошо И очень много ошибок И особенно Трудно дебажить И наверняка Нам придется дебажить И я покажу Как это сделать Лучше И удобнее Потому что Breakpoint Обычно пролетают На ура То есть мимо Мимо курсора Вот И теперь у меня Ничего не изменилось Counter Работает В общем Я навтыкал Всякой дряни А ничего не изменилось И вот почему Смотрите У меня есть Здесь Road View И для того Чтобы у меня Это все правильно Заработало Мне нужно использовать Authorize View Вот теперь Давайте я запущу И теперь Когда я нажму На страницу Counter У меня уже Сработала система Авторизация Она сказала Что я не авторизован И не пустила Меня на эту страницу То есть тот атрибут Который я ставил В самом начале Давайте я покажу На странице Counter Вот этот вот Authorize Он теперь Подключен системой И на самом деле Сработал Это так сказать Первая часть Что вам нужно сделать Для того Чтобы у вас Заработала авторизация Еще раз хочу Остануться в подробностях Есть Есть шаблон Который Позволяет создать Блэзер Приложения Где вы выбираете Интернал По-моему Аутентификации Или встроенную Аутентификацию И вот это вот Все у вас Уже будет автоматически Включено Я специально Начал Издалека Чтобы было понятно Что для чего С чем И вообще И как Итак У нас авторизация Уже работает Нам нужно на страницу Логин То есть Давайте Следующим этапом Созданим страницу Логин Давайте Создавать страницу Которая Называется Логин Расширение Разор Нажму Enter Я буду Использовать Код Behind Я Уже Как бы Рассказывал Почему Логин Model .cs Он будет Наследником От Компонент Компонент На Ё-моё Бэйс Так Еще Нужно Здесь Почистить Убрать Так Дальше Что мне Нужно Мне Нужно Здесь Сказать Что Это Все Так Будет Page И Что Адрес Доступа Будет Логин Дальше Мне Нужно Унаследоваться От Моего Login Model Хорошо Что Она Уже Понимает Его Ну И Теперь Нужно Что Сделать Я Прям Создам Сейчас View Model Который Буду Использовать Для Этой Страницы То Есть Это Сама Страница Теперь Мне Нужно Для Этой Страницы Придумать View Model Пусть Он Будет Public Class Который Называется Ну Пусть Логин Нет Логин View Model Пусть Будет С большой Буквы И Здесь Будет Property Стринг Стринг Будет User Name И Второй Такой Же Пусть Называется Password Password Ну Вот Как-то Вот Так И Теперь Что Для Того Чтобы У меня Пользователь Всякую Фигню Не Заводил Я Скажу Что Это Required Это Работает Здесь Ну И Для Того Чтобы Показать Что Работают Не Только Эти Но Еще И Другие Собственно Горя Атрибуты Я Поставлю Так Вот Error Message Ну Давайте Напишем Too Long Если Больше 50 Символов Ну Да Теперь У Есть View Model И Теперь Собственно Горя В Конструкторе Этого Моего Моей Страницы Я Инициализирую Ну Давайте Я Наверное Создам Свойство Так Вот Property Login View Model Назову Его Login Data Например Data Пусть Будет Нет Все Таки Data Пусть Будет И Теперь Я В Конструкторе Login Data Инициализирую Его Чтобы Не Проверять На UI Что У Ну 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 Вот Как То Вот Так Далее На Странице Разметки Я Приготовил Заготовочку Вот Она Login Я Вот Так Сделаю И Да Надо Создать Метод Который Называется Protected Пусть Называется Нет Пусть Называется Protected Task Login Async Это Как раз То место Куда Будет Пользователь Попадать Когда Валидная ViewModel Будет Заполнен И Будет Нажата Кнопка Login Почему Валидная Потому Что Я Поставил On Valid Submit Потому Что Есть Еще И Другие Варианты То То Он In Valid Submit И Просто Он Submit Я Поставил Что Мне Только Нужны Валидные Данные В общем Не Забывайте Про это А И Еще Кстати Для Того Чтобы Увидеть Ошибки О том Что Я Дата В этот Annotation Включил Я Поставлю Здесь Такой Атрибут Который Как раз И Включает На Этой Форме Проверку Вот Этих Вот Ну И Еще Поставлю Validation Summary Который Покажет То есть Отобразит Эти Самые Ошибки Вот Примерно По Такому Принцип Это Все Сработает Здесь Поставим Return Пока Task Точка Таск Complete Ну И Поставим Здесь Бряку И Запустим Проект И проверим Что у нас Все Компилиция Запускается И вообще Отлично Перейдем На страницу Логин Пока В ручном Режиме Хорошо На Home На Логин Работает Давайте Напишем Сюда Какую Нибудь Хрень А Сюда Не Напишем Вот Сработала Валидация Вот У нас Две Валидации Вот У нас Слишком Длинное Название Нет Вот Теперь Слишком Длинное Да Вот Too Long Здесь Напишем Тест Здесь Напишем Тест И у нас Хоп И мы Упали И вот Мы пришли Сюда И у нас Уже Вот здесь Есть Валидные Данные Очень Хорошо Что дальше Ну в общем То Для того Чтобы у нас Дальше Все заработало Надо Как-то Где-то Информацию О О том Что пользователь Собственно Произошел Произвел Вход Нужно Где-то Хранить Если Речь идет О Спа React Vue Aurelia Любой Другой Спа Клиент В том числе Кстати Blazer Web Assembly То Обычно Это делается В браузере То есть Специальном Объекте Который Называется Local Storage Я в одном Из предыдущих Видео Показывал Как Создать Можно Такой Local Storage Вернее Как Можно Создать Инфраструктуру Которая Позволит Сохранить И Собственно Гря Прочитать Данные Из этого Local Storage В общем Персистентно Хранить Данные Для Пользователя Я Создал Такой GIST И я Сейчас Им Воспользуюсь Вот он Я Скопирую Интерфейс И реализацию Для начала Создам Папку Которая Называется Infra Structure Файл Вот такой Создам CS Потому Что Я Собираюсь Заменить Сохранить Теперь У меня Есть Сервис А еще Мне Нужно Создать Файл Который Называется Ну Давайте Я Тоже Его Скопирую Чтобы Не Ошибиться Хотя Как Называется Он Абсолютно Не Важно Вот таким Вот образом И Скопирую Его Содержимое Это Как раз Возможность Дает Доступ К Local Storage Как вы Видите Ну И С JS Файла И Теперь У меня Ой Почти Все Есть Опс Ошибаюсь Иногда Бывает Ctrl C Теперь Мне Нужно Вот этот Файл Вот этот Сервис Так Сказать Зарегистрировать В Dependency Контейнере Я Сделаю Это Вот Таким Вот Способом Да Хочу И Уберу Здесь Букву I Вот Теперь Я могу Этот файл Инжектить Уже Непосредственно В мой Класс Так Давайте Я Раскидаю Вот Это По Классам Ой То есть По Файлам Да Да Хочу Сохранить И Теперь Я Могу В общем-то Инжектить Его В свой ViewModel И При Входе Из Пользователя При Получении Каких-то Параметров Я Буду Сохранять Его В Куки И Дальше Мы Потом В Специальном Файле Вот Здесь Вот Который Get Authenticated State Мы Будем Получать Из Этого Куки Информацию То есть Если Он Есть Мы Будем Получать Пользователя Если Нет Будем Возвращать Анонимный А Если Есть То Будем Создавать Другой Объект Что Нам Даст Возможность Как раз Отдать Приложению Контекст Зарегистрированного Пользователя Итак Давайте Приступим Итак Первое Что Сделаю Это Прокину Сюда То есть Сделаю Inject Inject Тот Самый I Local Storage Service Вот Он Назову Его Local Storage Service Отлично Как Вы Помните В Конструкторы Прокинуть Нельзя Потому Что Это Компонент Base Ему Нужен Открытый Конструктор Но Зато Разработчики Придумали Inject Атрибут Который Позволяет Это Сделать И Я Теперь Смогу Здесь Сделать Следую Во Первых Я Сделаю Здесь Async Во-вторых Я Сделаю Здесь Await Ну И Вот Таким Вот Образом Я Сделаю Save И Я Буду Сохранять Объект Ключ Мне Нужно Придумать Название Ключа Пусть У Меня Ключ Давайте Так Я Воспользуюсь Своей Заготовочкой Вот У меня Есть Такая Штука Называется Security Token Собственно Говоря Здесь Чтобы Было Понятно Я Буду Сохранять Имя Пользователя То Что Пользователь Ведет Я Буду Сохранять Access Token Ну Допустим Пользователь Ввел Логин Пароль Я Пошел На Identity Сервер Получил Токен Вернул Его И Сюда Добавлю И Еще Буду Сохранять Время Когда Это Все Протухнет То есть Прогорит Этот Токен Export At Ни на Какой Identity Сервер Пока Ходить Не Буду Я Это Симулирую Но Тем Не Менее Вот Это Буду Сохранять И Соответственно Название Вот Этого Токена Который Я Буду Сохранять Ключа Я Сделаю Таким Образом Name Of И Как Раз Security Токен Теперь Мне Нужна Сам Инстанс Этого Токена И Сейчас Я Создам Var Token Revenue Ну Соответственно Security Token Security В Хорошем Смысле И Теперь Мне Нужно Здесь Сказать Что У Да Так Тут Запятую Соответственно User Name У меня Будет Равен Login Data User Name Ну А Export Ну Давайте Добавим Export Add Пусть Будет Date Time UTC Now Add Допустим Ну Один День Хотя Конечно Хотел Час Ну Ладно Пусть Будет Один День Собственно Горя У 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 Меня Сгенерируется И Добавится Сюда Там Внутри Как вы Помните Он Немножечко Вот так Вот Control F12 Сериализуется И попадет В строку Давайте Запустим Этот И проверим Что у Нас Сохраняется Токен Ну И потом Будем Вот этот Вот Сторож Использовать Ну И да Кстати Еще После Login Давайте Сделаем Redirect На Главную Страницу Так А для Того Чтобы Сделать Redirect Нам Нужно Прокинуть Еще Один Компонент Заинжект Этот Компонент Называется Navigation Manager Я вот Так И Прокину И В случае Как бы Успеха Будем Считать Что Мне Здесь Всегда Успех Я Скажу Navigation Manager Navigate To И Должен указать Главную Страницу Она Она У меня Пишется Без Этого Ну Или Login Или Counter Ну Мне Будет Просто На Главную Страницу Давайте Запустим Эту Штуку И проверим Бряк Я Оберу Так Я Что-то Не Добавил А Я Много Что Добавил Наоборот Давайте Еще раз Запустим Результатом Работы Сейчас Я Увижу Запись В Local Storage И Редирект На Страницу Главную Итак Давайте Нажмем F12 Здесь У нас Наверное Что-то Еще Осталось Давайте Все Почистим Да Это Да Теперь Чистенько Это Можно Закрыть И Вообще Можно Сделать Вот Так Итак Нажимаю Страницу Логин Переключаю Сторож Здесь Ничего Нет Давайте Нажмем Давайте Напишем Blazer Ой Blazer Во Наконец-то Получилось Ну давайте Вот так Вот Рулис Вот Нажмем Логин И у нас Появилась Ошибка Что в принципе Уже Хорошо Значит Мы Люди И Читаем Что Написано Мы Знаем У нас Есть А Ну Наверняка Это Из-за Того Что Я Не Добавил На Индекс HTML Как Раз Да Я Забыл Это Сделать Но Вы Никто Не Подсказали Давайте Запустим Еще Раз Логин F12 Так Давайте Еще Раз F5 Ну Вот Уже Ошибка И Пропала Здесь Напишем Blazer Здесь Напишем Rulis И Еще Три Знака И Нажимаю ОК И Посмотрите У меня Сохранился Тохен Я Передиректился То есть Меня Перекинуло На Страницу Home Но Я Собственно Гря Опять Же Нахожусь Не Авторизованным В состоянии И Теперь Давайте Сделаем Чтобы Он У нас Стал Авторизованным Пользователем Чтобы Авторизованным Пользователем Нам Нужно Вот В этом Месте То есть Вот В этом Токен Autication Provider Который Находится У нас Снизу Так У нас Какая-то Тут Какашка Появилась Нужно Прокинуть Тут Самый Local Storage И Проверить Есть У нас Токен Или Нет Собственно Реализация Будет Здесь Через Конструктор Потому Что Это Не Компонент Ilocal Storage Service Назову Его Так же Прокину Через Readonly Property И Сделаем Теперь Такую Штуку Если Так У меня Тут Уже С подчеркиванием Нужно Нет Давайте Тогда Вот так War Token Который Был Сохранен В Кукисах Мы Прочитаем Из Сервиса И Скажем Get Async Security Где он Токен Вот он Нам Нужен Name Of Как раз Чтобы Не Ошибиться В Названии Security Токен И Мы Здесь Получим То Что Мы Сохранили Вернее Вот здесь И Теперь Нужно Проверить Что Если Вот этот Самый Токен Равен Ну Тогда Мы Должны Вернуть Вот эту Штуку Давайте Здесь Сделаем Внутреннюю Функцию Которую Назовем Ao Centicate State Return Return Anonymous И Вот здесь Сделаем Вот такую Штуку То есть У нас Несколько Вариантов Будет Когда Мы Будем Возвращать Анонимного Пользователя И Вот Первый Вариант Return Anonymous Здесь Я Может быть Некорректно Назвал Давайте Переназову Вот так Вот Create То есть Анонимный Пользователь Когда У нас Пустое То есть Ничего Не вернул Мы Возвращаем Анонимный Дальше Почему Я Второй Раз Буду Использовать Если У нас Токен Не Пустой Но В Токене Лежит Допустим Из Токен Access Давайте Вот так Вот А Стоп Мне же Здесь Нужно Написать Что Это Мы Await Зарян Забыл Так И Теперь Если У меня Access Давайте Так Напишем String Из Null Or Empty Ну Или Правильно Было Вайс Пейс Написать То Если Когда Пустой Или Когда Токен Expare Date То есть Больше Чем Date Time Ну Давайте Напишем UTC Now То есть Когда Больше Чем Нужное Время Tags И Тогда Мы Тоже Будем Возвращать Return Create Anonymous И Только В последнем Варианте Когда У нас Уже Токен Не Протух Он Валидный Recreate Давайте Напишем User State И Здесь Мы Сделаем По Такому же Принципу Но Добавим Некоторые Штуки Которые Во-первых Здесь Мы Напишем Identity Нет Identity Здесь Напишем Principle И Не Просто А Потому Что Вот Что Когда Мы Создаем Climb Identity Здесь В последней Версии Ну То есть Недавнего Времени Microsoft Поменял Некоторую Штуку Которая Вот В этом Месте Должна Указываться В Identity То есть Еще Нужно Обязательно Указать Тип Идентификации И Немножечко Climb Ну Climb Мы Создадим Вручную Давайте Так Вот Напишем New List Climb Вот Такую Штуку Я Поставлю Так Что-то Я Я Неправильно Написал Ну Так Бывает Как Говорила Одна Моя Знакомая Проститутка И Про старуху Бывает Порнуха И Я Вот Таким Вот Образом Сделаю Climb И Теперь Я Даже Знаете Я Воспользуюсь Вот Таким Способом New Climb И Собственная Шутка Climb Ну Для Этого Вам Нужны Собственная Прочитать Про Спецификацию Climb Ну Вообще По большому Счету Это Строка Запятая Строка То есть Значение И Название Ключа И Значение Которое Соответственно Превращается Потом В специальные Там Штуки Которые Внутри Я не буду Про них Рассказывать И Обязательно Нужно В принципе Это понимать Для того Чтобы Понять Как это Работает Ну В общем В моем Варианте Это будет Примерно Вот так Есть Специальные Предопределенные Climb Тайпы И У них Есть Название Например Например Country Ну Пусть У нас Будет Russia Запятая Пусть У нас Будет Какой Нибудь Еще Climb Name Я не Поставил Точку Мне Мешает Мышка Name Будет Ну Как раз Мы возьмем Из Токена User Name Дальше Я хочу Написать Climb Type Export Пусть Будет Export И Здесь У меня Тоже В Токене Есть Это Собственно Гляне Обязательно Главное Чтобы Эти Клаймы Были Я Сделаю То Стринг Вот Так Вот Даже Ну И Для Того Чтобы Вообще Написать Мы Такой Клайм Сделаем Который Называется Token Rulis Опять Повторюсь Это Мы Сейчас Нигде Не Будем Использовать Потому Что У Нас Сейчас Другая Задача То Есть Теоретически Клаймы Создаются Для Того Чтобы Можно Было И Управлять Приложением Ну И В Общем Чтобы Не Заходить Далеко Я Добавлю Еще Пару Клаймов Смотрите Есть Такой Клайм Называется Roll Это Как раз Inroll Вот Та Самая Конструкция Ну И Здесь Допустим Admin Strator Какой Нибудь Клайм И Давайте Манагер Что Ли Ну В Хорошем Смысле Да Вот То То есть Набор Клаймов Он Как-то Генерируется Как-то Там Он Вычисляется То Вы Можете Генерировать На сервере Из профиля Пользователя Дополнительные Параметры Выдавать Самого Сервера Самого Сервиса И В конце Концов Даже Из профиля Пользователя Или Даже Куда-то Извне Ну И Вот Таким Вот Образом Пользователь Создается Клайм Айдентити В него Прокидываются Эти Самые Клаймы И Обязательно Указывается Типа Аутентификации Если Мы Используем Айдентити Сервер То Бэрер Автентификация Или Айд Айд С Срв В общем Вот эта штука Обязательная Не забывайте Про нее Ну И Теперь Мы Возвращаем От этого Клиента От этого Клайма То есть Новый Статус Вот этого Самого Пользователя И Теперь Соответственно Можно Что сделать Можно Запустить Приложение И Проверить Будет ли У нас Работать Вот Та самая Автентификация Собственно Граф Который Мы Стремились Давайте Закроем Предыдущее Итак Я нажимаю Логин Я завожу Здесь Допустим Тест Пусть Будет Тест Я нажимаю Логин Да Печальненько Но Я догадываюсь Почему Это могло Призойти Смотрите Либо Да Либо Нет Сейчас Посмотрим Но Первое Что У меня Конечно Вот здесь Ошибка Потому что Я должен Делать Наоборот То есть У меня Дата Утс Должна быть Меньше Чем Дата Истечения Давайте Проверим Еще раз Потому что Есть еще Один Вариант Где Это мог Я ошибиться Ф5 А Ну вот Смотрите Этого Было Достаточно Welcome Username То есть Как вы понимаете Я уже Залогинился Потому что У меня В памяти Вернее В local Storage Лежит Вся информация О том Что я Авторизован И Вот Application Да Лежит здесь Давайте Его очистим Давайте Попробуем Нажать Еще раз F5 Ну и Как видите Я не Авторизован Я нажимаю Логин Пишу Test Тест Напишу Логин Ну и Как видите Я не Авторизован Но если Нажму F5 То я Становлюсь Welcome User В общем То что я Предполагал Это вторая Штука Которая Тоже Может Повлиять На этот Результат Логина Смотрите Когда я Навигацию Выбираю Перейти на Главную Страницу Я обязательно Должен Сказать Force Ну то есть Перезагрузить Страниц То есть Сделать Рефреш Все Кэшировано Все Очень быстро Работает Но этим Нужно Управлять Давайте Проделаем Эту операцию Еще разочек Теперь Я уверен Все Должно Сработать Ну во-первых Я уже Зашел Как Пользователь Давайте Нажмем F12 И Смотрите Опять Run Time Could Not Нажимаем F5 И Теперь Все Работает Ну вот Еще Пока Сыроватая На самом деле Система Хотя Очень Мощная Итак Я нажимаю F5 У меня Неавторизован Я нажимаю Логин Я пишу Тест Ну или Любую Другую Хрень Нажимаю Логин Делается Перезагрузка Я зашел У меня Теперь Доступен Каунтер И В общем Смотрите У меня Все Заработало Единственное Что мне Здесь Нужно Чтобы Отобразилось Имя Пользователя До Этого Давайте Сделаем Следующее На главной Странице Где у нас Написан Юзер Нейм Достаточно Сделать Следующее Мне нужно Выбрать Здесь Контекст Это Свойство Которое Существует Во Вторай С Вью И я Могу Здесь Указать Идентити И указать Нейм И снова Запустить Приложение И как Видите Здесь Написана Та фигня Которую Я заводил В Кук Да Но И еще Есть Варианты Когда Мне потребуется Имя Пользователя Например Ну Например Вот На странице Каунтер Да То есть Я могу Здесь Вообще Как Видите Не Использовать Вот этот Вот Автор С А Например С Делать Следующее Если Вот так Вот Написать Ну Давайте Вот здесь Напишем И Здесь Мы И И Восклицательный Знак Стринг Стринг Из Ну Or Вайс Псмт Напишем User Name У нас Того Филда Нет Мы Сейчас Создадим И Здесь Нужно Написать Span Нет Здесь Нужно Написать Span И Напишем User Name Ну Давайте Сделаем Вот Это Тоже Вот Так И Вот Это Сделаем Вот Так Вот Теперь Создадим Это Свойство Которая будет Private String If Давайте По умолчанию Будет Anonymous Ну Anonymous В смысле И Теперь Нужно Занинжектить Специальную Штуку Которая Называется Давайте Сначала Inject А теперь Пусть Будет Private Authentication State Provider Вот Он Просто Пусть Называется Provider Даже Вот Так Сделаем Ого Лишнее Что-то Сделал Get Set Ест Тоже Неплохо Вот Ну Это Первый Вариант Inject Когда Можно Прям В Коде Ну Обычно Так В Code Behind Делается Можно Использовать Простой Синтаксис Который Ничем Не Хуже Работает По Такому Же Принципу State Provider Давайте Provider Вот Таким Вот Образом И Теперь Можно Давайте Вот Это Control КЦ Давайте Удалю Чтоб Не мешался И Теперь Нужно Встроиться В Пайплайн И В момент Отрасовки Страницы Overwrite Ну Например On Initialized Async Получить Как Как Раз Вот Этот Вот State И Этого Пользователя И Для Этого Нужно Сделать Var State Вот Этот Самый Await Вот Этот Самый Provider И У него Получить Вот Этот Самый Называемый State Ну Напоминаю Что Этот Метод Вот Ну А теперь Когда У нас Есть State Мы Можем Получить Пользователь Identity Name А еще У нас Есть User Name State У нас Может быть Ну А User Может быть Ну А Identity Может Ну Ну В общем В противном Случае Можно Сказать Sorry Вот Таким Вот Образом Давайте Запустим Эту Штуку Нажмем На Counter Ну И Как Видите Вот Он Наш Пользователь В общем То Все Работает Все Кликабельно Давайте Нажмем Выход Теперь Которого У нас Нет Ну Смотрите Давайте Теперь К следующему Этапу Перейдем Нам Нужно Что При Нажатии Counter Если Пользователь Не Авторизован Нужно Чтобы Он Перекинул На Страницу Логина Ну И Пришло Время Для Компонентов Components Давайте Redirect To Login Даже Вот Так Ком По Нент Раз У меня Создалась Папка Компонент И Логин Компонент Я Теперь Его Могу Скопировать Вот Здесь И Добавить Его В Импорт Ну Вообще Копировать Не Его А Собственно Глян Название Компонент Using Blazer Authentication 1 Components Вот Ну И А копировал Я его Для того Чтобы В меню Вот Здесь Вот Сказать Нужно Меню Переделать Ну Смотрите Здесь На самом Деле Все Очень Просто Работает По Такому Же Принципу Как Я Сделал И На Странице Index Вот Afterize И Не Afterize Я Могу Скопировать Вставить Вот Сюда И Теперь Если У меня Пользователь Ну Давайте Вот Этот Колум Поставим Наверх Дальше Вот Этот Вот Если Пользователь Авторизован Могу Сказать Чтобы Он Пошел Вот Сюда То Есть Будет Видна Ссылка Home А Вернее Даже Если Не Авторизован Можно Поставить Его А Это Всем Будет Доступно Отлично А Вот Если Он Не Авторизован То Вернее Counter Мы Перетащим Вот Сюда Home Удалим И Таким Образом У нас Получается Что Если Пользователь Не Авторизован То Мы Сделаем Как раз Тот Самый Redirect Ну Вот Таким Вот Способом Так Что Это Нам Дает Ну Во Первых Вот Эта Ссылка Home Она Будет Доступна Всем Пользователям Counter Будет Доступен Только Тем Кто Авторизован А Если Пользователь Не Авторизован Его Будет Перекидывать На Так Ну Во-первых Это Нам Нужен Сюда Inject И Мы Сюда Будем Navigation Manager Давайте Navigation Manager Так Дальше Мы Должны Написать Код И Здесь Делать Override Он Initialized Вот Он И Здесь Как раз Мы Уже Можем Вызвать То Самый Navigation Manager Navigate To И Сказать Чтобы Люди Шли На Логин Ну В Хорошем Смысле Этого Слова В Принципе Здесь Можно Поставить Еще Query Стринг Чтобы Указать Return URL То Куда Возвращаться Ну Я Не Буду Этого Делать Давайте Проверим Что Это Работает Итак Ну Я Сейчас Залогиненный Давайте Мы Знаем Как Разлогиниться Это Сделать Очень Просто Я Нажимаю На Логин И Вы Смотрите Меня На Redirect Не Перекинуло Но Написало Что Sorry Давайте Обновлю Страницу Ага Ну И Как Вы Видите Так Как Я Еще раз Я нажму А когда Я Нажимаю Логин То У Меня Доступен Каунтер Фамилия Имя Отчество И Все Такое Давай Давай Теперь Сделаем Страницу Выхода И На Этом Закончим Для Того Чтобы Пользователь Смог Покинуть Систему Нужно Сделать Еще Одну Страницу Я Назову Log Off Соответственно Razor Здесь Я Скажу Что Это У Меня Page Соответственно Log Ну И Здесь По Большому Счету Мне Также Потребуется Заинжектить Navigation Manager И Помимо Этого Мне Еще Нужно Заинжектить Authentication State Provider Provider Вот он Давайте Просто Будет Провайдером И Теперь Мне Нужно Написать Код И Теперь Мне Нужно Сказать Следующее Override Он Initialized И По Большому Счету Нужно Чтобы Менеджер Перевел Пользователя На Страницу Ну Чистую Ну В смысле На Начальную Страницу Которая Через Слэш Перекидывает На Главную На Индекс Ну И В общем-то Для того Чтобы Мне Кэш Очистился Мне Нужно У Этого Самого Провайдера То есть Мне Нужно Смотрите Мне Нужно Вот В этом Провайдере Реализовать Выход Что Такой Выход В моем В моем Варианте Выход Будет Вот Create Вот Этого Анонимуса То есть Я могу Сказать Вот Так Ctrl C И Здесь Реализовать Функцию Public Ну Пусть Будет Task Пусть Будет Make User Ну Давайте Вот так Вот А Но Naimus То есть Сделать Пользователя Анонимным И Соответственно Здесь Мне Нужно Сделать Давайте Вот так Вот Сделаем Но Это Не все Мне Нужно Пока Давайте Я не буду Делать Я сделаю Void Потому Что Так Наверное Будет Правильнее Ну И Первое Что Мне Нужно Сделать Это Тот Самый Local Сторож А я Через Подчеркивание Local Сторож Это Сделать Remove То есть Удалить Информацию О том Что Пользователь У меня Был Введен В систему То есть Произвел Вход И Удалить Нужно Security Токен Это Первое Что Нужно Сделать Он У нас Async А Вот Почему Давайте Await Вот Так Сделаем А Хотя Нет Она Отработает И Так Давайте Оставим Так Отлично Потому что Void Теперь Получается Я создаю Анонимного Пользователя Но мы Его Возвращать Не будем И скажем В общем К чему Я веду Есть На Notify Вот этот Ченч Ему Требуется Таск Это Таск У нас Будет Aus State Вот Такой Вот И вот Этот Aus State Я Сейчас Создам Var Aus State Таск 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 Вот Здесь Для Того Чтобы Вызвать Мне Нужно Вот Этот Провайдер Привести К моему Токен Провайдеру И Тогда Я смогу Обратиться Вот К этому Методу Который Собственно И Создал Ну Я думаю Что Не очень Цумбурно Получилось Но И тем Не менее Нужно Теперь Сделать Еще Ссылку Как раз На Эту Страницу Она Будет Нав Меню И Будет Соответственно Только Для Авторизованных Пользователей Потому Что Тот Кто Не Зашел Он Выйти Не Может Здесь Я Напишу Log Off И Здесь Напишу Log Off И Теперь Я могу Это Все Запустить Ну И Смотрите Я Уже Залогиненный У Меня Фамилия Тест Я Могу Кликать Сюда Нажимаю Log Off И Меня Перекинуло Потому Что Я На Главную Страницу Я Вышел На Log Ну И В общем Также Можно Кстати На Home Перекинуть Но Суть Реали Не Педалит Я Могу Попасть На Login Могу Снова Зайти Перезагрузилась Counter Доступен Log До Свидания Ну И Что Хотелось Б Сказать На Сам Деле Адентификация Очень Похожа И В том Числе На Обыкновенную Адентификацию Adsp.net Core Может Есть Некоторые Нюансы Которые Связаны С Обновлением Интерфейса Когда Пользователь Входит Или Выходит Про Это Не Нужно Забывать State Change Это Надо Вызывать Это Событие Это По Образу Подобие Как В Депфиев Ну И В 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 Проверил Это Работает Это Круто Вот Ну И Наверное На Это Все Вам Спасибо Что Смотрели И Всего Доброго Пишите Хорош Код Смотрели